Особенно поражает, на самом деле, вот эта вот история, которая торчит у Баумана между ног. Работает проститутка, и, судя по всему, начала она вообще в 15 лет. Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в городе Москве, и сегодня я вам расскажу на примере двух совершенно отдельных явлений истории, как можно натянуть сову на глобус. Мы с вами сейчас подходим, собственно, мы уже на ней находимся, на Елоховской площади. Вокруг нас прекрасно отреставрированные дома. Вот этот дом я раньше показывал как русскую избу, потому что это, на самом деле, бревенчатый сруб, облицованный досками, его привели в порядок. Вот здесь потрясающий совершенно вход. И более того, друзья мои, вы можете приобрести этот особняк, пожалуйста, 460 метров квадратных. Обратите внимание вот на эти сохранившиеся реликты, раскрытые. Но нас интересует, конечно, вот этот вот собор. Я буду рассказывать не про него, я буду рассказывать про памятник, который стоит перед ним, потому что в советское время это место называлось Бауманской площади. И когда вы сюда придете, попробуйте понять, что вы чувствуете, когда вы ступаете вот на эту мостовую. Потому что вот в этой книжке, которую я сегодня буду цитировать автора Латушкина, это такая серия «Московский рабочий». Книжки из этой серии практически невозможно читать по сравнению с краеведческими книгами о Ленинграде и Петербурге. Не потому, что я из Питера, а просто объективно сравнивая то, что ты черпаешь оттуда для своих экскурсий, то, что ты черпаешь вот отсюда из своих экскурсий. Итак, приподнятые, возвышенное настроение охватывает ступающих на Бауманскую площадь. Так что мы сейчас с вами находимся в приподнятом возвышенном настроении. Оттенок особой значительности этому уголку Москвы придает величественный памятник к пламенному большевику Искровцу, выдающемуся деятелю российского лица революционного движения, Николаю Эрнестовичу Бауману, установленному в сквере напротив ампирного фасада Богоявленского собора. Собственно, вот этот самый Богоявленский собор, он известен тем, прежде всего, что... Ну, несколькими вещами. Буквально вчера мы ходили на совершенно потрясающую выставку, посвященную архитектору Мельникову. И там, среди прочего, был эскиз Щусевский, одной из его ранних церквей. Дело в том, что Алексей Щусев, он же начинал как строитель культовых сооружений, ну, добро пожаловать на Большую Ордынку, в Марфо-Мариинскую обитель. Да, это заказ, который ему подогнал его приятель художник Нестеров. И он вот для великой княгини Елизаветы Федоровны там это все дело построил. А в этом соборе, тут есть два значимых нагробия. С левой стороны там похоронен Сергий Строгородский. И надгробие это выполнено как раз по проекту Щусева. Считается, что это такая покаянная его работа, потому что он после этого, как вы знаете, строил мавзолей. Собственно, как и Мельников проектировал саркофаг для Ленина. Еще из дуба сделанный, да. А Щусев сначала строил деревянный такой храм коммунистической веры. И этот собор кафедральный, он не закрывался даже во время Великой Отечественной войны. И, собственно, он довольно долгое время был главным собором, пока не построили, пока не восстановили храм Христоспасителя. Ну и здесь, соответственно, крестили Пушкина. Не конкретно в этом соборе, потому что это действительно, здесь правильно сказано, ампирная колокольня. Во времена Пушкина она еще не стояла. Тем не менее, мемориальная доска об этом висит. Но это не тема нашего сегодняшнего рассказа. Это вот пусть, соответственно, местные криведы, в чей калашный ряд я своим свиным рылом никоим образом не влезаю. Мы коснемся совершенно другой истории. Мы коснемся революции 1905 года. И вообще политики царской России относительно своих оппонентов, своих политических преступников, в том числе террористов. И это наглядно прослеживается на примере многих биографий. Я об этом миллион раз рассказывал. Но особенно на биографии вот этого человека, к памятнику которому мы с вами и подошли. Этот памятник является одним из примеров плана ленинской монументальной пропаганды. Нам сегодня просто везет на проезжающие мимо всевозможные элементы уборочной техники. Но я смотрю на это с завистью, потому что есть Петербурга. Мы с нашим прекрасным бегловым о таком можем только мечтать. А в Москве вот, пожалуйста, ездят 24 на 7, убирают мостовую. Значит, ну, во-первых, немножечко советского искусствоведения. Сам Бауман, он выглядит вот. У него была кличка Грач. Грач почему? Потому что он мастерски перелетал через границу, поставляя нелегальную литературу. Вот какие проекты были. Значит, это Манезер. Манезер – это человек, который понастамповал Ленина, особенно Сталина. И, собственно, площадь революции станции метро – это его скульптурные работы. Плюс посмертная маска Сталина – это тоже его заслуга. Вот здесь, посмотрите. Ну, если не знать, что это Бауман, можно решить, что это Ленин непосредственно со знаменем. Да, это, кстати, момент как раз его убийства, этого Баумана, о чем мы поговорим дальше. Что еще есть? Вот, пожалуйста, опять со знаменем. Это некий Менделевич. Ну, а это сам скульптор Королев. Автор данного памятника. Он в 18-м году еще поставил вот такую прекрасную. Это не кучка того, чего вы могли подумать. Это памятник Бакунину, который стоял на чистопродном бульваре, он не простоял и года. Ну, тогда очень много таких памятников поставили. Их делали из говна и палок, из гипса, из разных других неживучих материалов. Они очень быстро разваливались. Но дедушка Ленин шарил в пиаре. Тогда не было такого понятия. Тогда было понятие пропаганда. И он прекрасно понимал, что надо вот сейчас одномоментно понаставить массу всевозможных знаков нового времени. Итак, статуя Баумана с первого же взгляда обращает внимание именно своей монолитностью и композиционной нерасчлененностью. Мотаете на ус, будете потом, соответственно, блистать искусствоведческими знаниями. В этой замкнутой в семье и глыбистой бронзовой скульптуре отсутствуют какие-либо просветы и отстоящие от основного объема части. Плотно прижаты к бронзовому блоку руки, длинное просторное пальто усиливает массивность и целостность фигуры. Извояние построено крупными, обобщенными объемами и массами. Ну и так далее. Особенно поражает, на самом деле, вот эта вот история, которая торчит у Баумана между ног. Ну, в правой руке он сжимает искру, понятное дело, потому что он один из главных искровцев. Вот если мы посмотрим на этот памятник вот с этого ракурса, то такое впечатление, что... Ну, хотелось бы, конечно, думать, как и в случае, соответственно, с памятником Марксу на театральной площади, на бывшей площади Свердлова, которая, так знаете, вырастает из глыбы гранита, и Фаина Раневская назвала ему холодильником, этот памятник, то здесь такое ощущение, что у Баумана что-то из... не буду говорить откуда, вытекает. Но тому есть еще одно объяснение. Если монолитность дает ощущение мужественной силы и незыбленности, то взволнованная, порывистая трактовка поверхности драматизирует образ, рождая впечатление неизбывной энергии персонажа, его религиозного энтузиазма, горячего дыхания революции. Динамично-импульсивная фактура воспринимается как рвущаяся изнутри вскипевшая энергия чувств и мысли героя. Кажется, что сама бронзовая масса согрелась этой кипучей страстностью революционера. Видите, как много на самом деле несет в себе этот памятник, о чем, как правило, мои экскурсанты, которых я сюда привожу и говорю, ну, опишите мне, пожалуйста, этот памятник, они даже и не догадываются. Памятник Бауману как бы осеняет нас величием и непреклонной силой своего духа. Это впечатление рождается именно благодаря мощи, целостности непроницаемого блока статуи. Ну и по поводу вот этого объема, который вытекает у него непонятно откуда, непонятно зачем. Королев изобретательно и находчиво закрыл промежуток между пальто и пьедесталом, пластической массой, которая по объемной фактурной трактовке напоминает голубистый нарост. Это глыбистый нарост, друзья мои. Теперь давайте посмотрим на непосредственно биографию Баумана и поймем, почему царская власть ждала дуба. Потому что на самом деле вот этот так называемый кровавый царский режим, он со своими революционерами обращался, ну, более чем вегетариански. Возьмем биографию пламенного борца. На пьедестале размещены отрывки из некролога Владимира Шаленина, который Королев взял для себя. Здесь есть несколько барельефов. Обратимся для начала к барельефу вот с этой стороны. Ну, на самом деле, начать нужно, конечно, не с этого, а вот с другого. К этому мы сейчас вернемся. Значит, первый барельеф, который находится под этим глыбистым наростом, выглядит следующим образом. Сижу за решеткой в темнице сырой. Значит, это самый первый арест Баумана. И он здесь показан в Петропавловской крепости. Я обычно задаю вопрос своим экскурсантам, что не так с этой картинкой. Мало кто догадывается, но, собственно, я бы тоже не догадался, если бы я никогда в Петропавловской крепости не был, если бы я этот вопрос не изучал. Дело в том, что в Петропавловке на тот момент не могли быть вот такие рустованные стены. Потому что один из главных, соответственно, методов коммуникации в тюрьмах было перестукивание. Эту азбуку изобрели еще декабристы, и потом она поддерживалась вот до последних времен. И для того, чтобы это не происходило, в одной из камер как раз Трубецкого бастиона показана модель такого сэндвича. Сэндвича. Стены оклеивали войлоком, покрывали слоем обоев, потом еще один слой войлока и еще один слой обоев. Соответственно, они не могли перестукиваться. Это художественный вымысел. Но это сделано для большей такой, ну не знаю, выразительности. Ну вспомните картину Флавитского про княжну Тараканову, где нет ни слова вообще правды. В этой картине, тем не менее, люди смотрят на нее и верят, что так оно и было. Значит, он присел первый раз, отсидел там 22 месяца, после чего его выпустили на свободу. Что делает Бауман? Он едет в Европу, там знакомится с Лениным, становится одним из главных поставщиков нелегальной литературы, мотается туда-сюда, его опять арестовывают. Его арестовывают и сажают в Лукьяновскую тюрьму в городе Киеве. Вместе с еще 11 коллегами по революционному цеху. Значит, в этой Лукьяновской тюрьме, помимо него, кстати, там сидел еще... Что, хочешь туда? Ну, давай, давай, попробуем, попробуем. Сколько, 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 сколько. Я майду, давайте, я покажу, я покажу. Прекрасный барельеф. Товарищ Бауман был арестован по делу организации «Искры» и бежал из киевской тюрьмы. Вот они, видите, спускаются с, соответственно, стены. Значит, как дело было? В этой тюрьме нравы были, ну, реально, как у меня в пионерском лагере. Ну, во-первых, значит, Баумана там прозвали балериной его коллеги по революционному цеху, потому что он был вот такой весь изящный, гибкий, подвижный. Он постоянно играл там в чехарду на дворе. Они развлекались тем, что они строили слона. Что такое слон? Это трое встают на первый ряд, так вот ставят руки себе на плечи, на них забираются еще двое, сверху еще один. И вот так вот они тренировались. И постепенно их тренировки все ближе и ближе подходили к стене тюремной. Дальше. Жена Баумана дарит своему мужу огромный букет цветов. Сейчас вы представляете, да, кому-то даже из наших политических заключенных букет цветов подарят. Для чего? Потому что в этот букет цветов был вставлен небольшой, соответственно, железный крюк. Дальше они в тюрьму проносят вино. Этим вином напаивают охрану, при том, что подсыпав туда предварительно, естественно, снотворное. Выходят во двор, связывают сторожа, накидывают специально сделанную лестницу, сплетенную из простыней. И даже, как потом писал жандармский полковник Новицкий, бывший начальником киевского охранного отделения, его затем сменил Спиридович, почитайте его замечательные воспоминания об этом, как они с этим Новицким, у них контры были, потому что Новицкий был представитель старой школы охранки, а Спиридович был такой прогрессивный новый спец, и они общего языка не находили. Так вот, он писал, что даже в, ну, как бы лестнице, понимаете, да, как тряпичное выглядит, свернутые вот так вот эти простыни, и вот в эти перепонки, пере, 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 что? Перемычки, как это называется? Я вчера провел две экскурсии, у меня же к концу уже все, у меня словасный, словасный. Словарный запас истяк. Ну, как это называется? Перемычки? Перекладины. Ну, пусть будут, да, перекладины, короче, ступеньки этой лестницы. Там внутри еще была, были встроены спинки от Танетовских стульев, представляете? То есть, я не знаю, были ли в тюрьме, вообще стулья Танетов, вот у меня два дома есть, такие раритетные, я их купил, реально, две штуки за 7 тысяч рублей. Да, ну, два стула, два стула есть, нет, дома у меня один. И Корпузье считал это просто, ну, пиком вообще 19 века с точки зрения дизайна, функционализма и всего остальное. Вот они эти перекладины изогнутые вставили в эту лестницу, наверху было окошко, и, в общем, у них у каждого был поддельный паспорт, уже их принесли в тюрьму. У каждого, соответственно, была четкая в голове инструкция, куда он бежит после того, как они перебросились через стену. И вот они благополучно так вот сбежали. Сбежали. Дальше. Начинается следующая история. Пойдемте к тому барельефу. Бауман опять занимается тем, чтобы приезжать в Москву, возглавлять здесь местный комитет, начинает, соответственно, продолжать... Начинает продолжать... Что-то я сегодня максимально косноязычен, извините. Ну, так может быть интереснее. Есть чем кинуть в меня, кидайте, я с удовольствием приму ваши... Ну что, рискнешь забраться сюда? Эх! Да. Это момент его убийства, забражу. Значит, продолжает свою подпольную деятельность. Его опять ловят в 1604 году, сажают в этот раз в Таганский централ, в Таганскую тюрьму, которую тут называли в Москве местной бастилией. Начинаются демонстрации протеста, чтобы его выпустили. Его выпускают. Ну, потому что время тяжелое для царского правительства. Идет война с Японией. Дедушка Ленин активно призывает, соответственно, захватывать власть. Всегда рекомендую почитать вам в интернете, они есть, задачи революционных отрядов. Как надо грамотно мочить Росгвардию ОМОН в 1905 году, в данном случае полицию и казаков. И уже назревает манифест 17 января 1905 года, который Сергей Юрьевич видит у себя там машинки на Каменностровском дом 5 настрочил. И потом на пароходике в Петергоф Николай П. II привез. И со второго раза он его подписал. Но еще пока манифест не подписан. Баумана выпускают из тюрьмы. Обратите внимание, опаснейшего революционера, который уже дважды, дважды сидел, его выпускают третий раз. Он идет в техническое училище, которое нынче носит его имя, знаменитая Бауманка. Там проходят митинги. Это всегда во всех университетах. Смотрите мой выпуск про стрелку Васильевского острова, где в костюме такого зайки выступаю. Рассказываю, как это происходило в СПБГУ. Сходки эти студенческие. И они решают идти освобождать оставшихся заключенных в эту таганскую тюрьму. Бауман, как, соответственно, описывается вот в этой книжке, что произошло. Вот это официальная версия КПСС. Когда немонстранты вышли на немецкую улицу, Бауман, возглавлявший их, увидел, что за углом возле ворот одной из фабрик толпились рабочие. Страстный, порывистый, он немедленно вскочил в стоявшуюся рядом пролетку, горя желанием увлечь своим призывом и эту группу рабочих, чья до рука протянула ему красное знамя. Но помните, да, монумент, да, проект «Я и красное знамя», напоминаю, вот, вот, вот. Однако в момент приближения Баумана к фабричным воротам из угла выскочил черносотинец с обрезка водопроводной трубы в руке и ударил его по голове. Подоспевшие демонстранты подняли революционера. Но был уже поздно перенесенный в лазарет Бауман, не приходя в сознание, умер. С провоцированной властями злодейского убийства в день опубликования царского манифеста 17 октября о свободе наглядно доказывал народу, что этот документ имел единственную цель – остановить рост революции. С провоцированной властями черносотинец, бла-бла-бла, ну, в общем, понятно, да? Значит, теперь рассказываю, как было дело... Ой! По-настоящему. Да, действительно, был этот митинг. Да, действительно, Бауман скачил пролетку с этим красным знаменем и понесся по улице. В этот момент там за углом, ну, такой немножечко принявший сидит Михаил... Господи... Михалин, да, его была фамилия? А вот этот момент... Несмотря на то, что ты рассказываешь об этом 28 тысяч раз, иногда у тебя кое-какие фамилии... Николай Михалин, да, его звали. Он, ну, по разным версиям, он работал на фабрике Щапова, неважно кем. То там смотрителем бань, то сторожем, то еще кем-то, это не столь важно. Главное, что он там работал. А до этого он пять лет отслужил в Легварии конном полку, куда брали таких высоких брюнетов с усиками. У него был рост метр восемьдесят. Соответственно, это и по нашим меркам не маленький человек, а по тем так вообще. Или по нашим меркам сейчас не очень высокие. У меня какой рост? Метр восемьдесят пять, по-моему? Я маленький, да? Ну, надо сказать, что просто люди со временем вырастают, да? То есть, если вы посмотрите там, не знаю, в Эрмитаже, в рыцарском зале костюмы, то вы удивитесь, насколько маленькими были представители мужской половины в то время. Хотя считались достаточно высокими. Пять лет он там отслужил. И, ну, естественно, их учили. У него был поставлен рубящий вот этот удар, там, палашом или саблей. И интересно, что когда я делал об этом пост, разгорелись дебаты на тему того, что в гардейских полках, в полках привилегированных, не могли в нижних чинах служить там простые крестьяне, мещане и так далее. Ну, это как бы, извините, я даже отказываюсь комментировать. Хотя там, естественно, нашлись эксперты. Хотя бы даже потому, что когда, ну, забегая вперед, НКВД после революции выискивало всех бывших приважанцев, семеновцев, канагвардейцев, там, в 30-каком-то году вообще была проведена операция «Весна» по их выявлению. Особо тяжкими преступлениями было хранение реликвий, связанных с полком, георгиевских крестов, знамен, икон, вот это все, да. То, естественно, в их личных делах отмечалось происхождение. Так вот, там всегда обозначался древолюционный статус человека. И понятно, что основная масса нижних чинов набиралась от них не из дворян. Начиная там с истории декабристского восстания, вы можете в этом убедиться, и заканчивая, соответственно, 1917 годом, когда, к сожалению, к сожалению, преображенский, павловский полки, к сожалению, для царского правительства, перешли на сторону революции именно нижней чины. А офицерье, вот это самое, белопогонники, оно нет. И вуаля. В общем, у него был поставленный удар, он сидит такой под мухой, видит, что по улице несется человек с призывом «Долой царя» и прочее. Ну, это, конечно, я передергиваю. Да, кстати, вот я тебе и говорил вчера, вот на Моризанской улице, вот там вдалеке, но на Гоупрошке будет не видно, там как раз один из немногих объектов Мельникова сохранился гараж. Он, правда, немножко переделанный, но тем не менее. Вообще, сходите, конечно, на эту выставку, на воздвиженке в музее Щусева. Это совершенно потрясающая история. Очередной раз мы убеждаемся в том, как вот наш русский авангард, который действительно трактуется на Западе, в 30-х годах пришелся не ко двору. И там есть потрясающий момент. Щусев сначала же запал на Мельникова, а потом стал его активным противником. Там есть цитата приведенная, такая уничижительная. Могу даже ее сейчас найти, я ее сфотографировал и прочитать. Щусева? Щусева. Щусева. Его эксперименты носят явно формалистический характер. Подобная вычуренность совершенно не соответствует задачам социологистического строительства на фоне той правды и искренности, какой и должна отличаться советская архитектура. Опыты Мельникова в гражданском строительстве выглядят как неприкрытое трюкачество, как совершенно очевидная бескусица. Так вот, прикол в том, что теперь выставка Мельникова проходит в музее Минищусева. И вы когда-то заходите, первое, что увидите, это бюст Щусева. Представьте себе сейчас какой-нибудь ОМОНовец, разгвардеец и так далее. Вы к нему приходите и говорите, давай пошли спасать Навального. Я, конечно, очень сильно передергиваю, но это единственный параллель, который я могу провести с современностью. То есть вы сидите, мимо несется какая-нибудь там машина, из которой орут, пошли, значит, выручать нашего сидельца. А вы такой, знаете, вот, отслужили, да, и сейчас весь из себя патриот. Патриот. Естественно, вы возьмете первое попавшееся и пойдете выяснять отношения. Разные есть версии происходившего, по разным, соответственно, сидельским показаниям. Значит, по одному из них Михалин попытался этого Баумана с пролетки стащить. Тот в него стреляет. Ну, естественно, Михалин ему вдал этим обрезком трубы. Ну, удары у него поставлены, поэтому Бауману досталось прилично. Потом Михалина, коллеги Баумана по революционному цеху начали палить. Он скрылся. Михалин протрезвел, сам пришел в полицию, признался. Над ним был суд, который присудил его к полутора годам тюрьмы. В 1925 году НКВД разыскало Михалина, который скрывался в одной из деревень, потому что прекрасно понимал, что ему будет. Ибо погоня за, как я уже сказал, бывшими служаками разворачивалась. Ну, и, собственно, был расстрелян. Вот это как бы, вот как оно все было. То есть никакого заговора правительства по убийству Баумана не существовало. Михалин, ну да, он был, наверное, черносотинцем по своему духу, но он не состоял ни в какой черносотиной партии. Он не был там членом Союза Михаила Архангела или Союза Русского Народа. Он просто был вот такой обыватель, в данном случае мещанин, который отреагировал на вот эту ситуацию. Но сова на глобус натягивались очень просто. И с тех пор Бауман, ну, вообще стал одним из первых таких святых в коммунистическом пантеоне. И не мудрено, что Владимир Шленин лично был инициатором создания ему памятника. А теперь мы сменим тему, потому что мы с вами вышли на площадь Разгуляя. Вот здесь вот ремонтируется здание бывшей московской гимназии. Не буду рассказывать байки про все эти окна, похороны и так далее. Кстати, если мы... Ну, давайте я здесь вам подставлю фотографию, как она раньше выглядела. Она была ниже. И еще подставлю одну фотографию вот в ту сторону, как выглядела, соответственно, новая Басманная улица. Там виднеется каланча полицейской части, в которой одно время сидел даже Владимир Маяковский. Но нас интересует вот то здание, к которому мы сейчас будем приближаться. Это музей Пушкина. Ну, музей не Александра Сергеевича Пушкина, а музей Василия Львовича Пушкина, его дяди. Именно этот дядя похлопотал, чтобы Пушкина приняли в один из самых привилегированных, новоявленных учебных... Одно из самых привилегированных, новоявленных учебных заведений Царкосельский лицей. Он его повез в Петербург, где они остановились в Димутовом трактире на Амойке. Тоже, кстати, здание было трехэтажным, сейчас надстроенное. И в дорогу папа с мамой дали своему Сашеньке, которые, кстати, не жировали абсолютно 100 рублей. Это была очень большая сумма. Но дядя сказал, Саша, зачем тебе деньги? Давай я возьму их себе, у меня будет надежней их сохранить. Ну и, собственно, сохранил. И Пушкин, бывая в Москве, он часто шутил, говоря своим приятелям, если мы захотим пообедать, то мы можем поехать к моему дяде, он должен мне 100 рублей. Так вот, Василий Львович, он прославился тем, что написал поэму. Ну, то есть он писал стихи, но прославился он именно конкретно одной поэмой, напечатанный только в конце 19 века, а до этого она расходилась в списках. Поэма называется «Опасный соседов». Сколько я не вожусь к экскурсии, я всегда спрашиваю, читал ли кто-нибудь эту поэму, не читал никто. Более того, если вы придете в этот музей, а я настоятельно рекомендую вам туда сходить, то вы увидите там один из залов с гравюрами, ну, не оригиналами, конечно, да, копиями Хогарта, значит, жизни проститутки. Это известная история. В принципе, если хотите, я сейчас за кадром вам скажу. Главную героиню зовут Мол или Мэри Хекебаут, и она названа в честь героини романа Даниэля Дефо, Мол Флендерс. И еще одной проститутки, ее прототипа Кейт Хекебаут, которая была сестрой разбойника Фрэнсиса Хекебаут, повешенного в начале 18 века. На первой гравюре Мол прибывает в Лондон, и художник как бы делит картину на две части, потому что в одной стороне доброе, а в другой стороне злое. Это очень характерно для аллегоричной эпохи того времени. С правой стороны видна разрушающаяся штукатурка гостиницы, из которой выходит печально известный гулякополковник Фрэнсис Чартерис и его сотенер Джон Гурлей, конкурирующий со сводницей и содержательницей борделя Элизабет Нидем, матушка Нидем, в покровительстве над Мол-проституткой. Чартерис, довольная их мылкой, предвкушает удовольствие, которое ему даст молодая проститутка. В левой части гравюры, где стены здания крепки, лондонцы игнорируют разыгравшуюся сцену совращения провинциалки, обеспеченному священнику безразличное положение девушки, как и его лошадь, свалившая груду кастрюль. Тем временем матушка Нидем осматривает Мол, как лошадь при покупке. Намек содержится в бусе, которому прикреплена записка. Любимый кузене или кузену на Тэм-стрит в Лондоне. Этот кузен, возможно, был вербовщиком. Картина наполнена также игрой слов и двойными значениями. Вывеска гостиницы Белл-Инн со звонком может быть отнесена как Бель, ну то есть красавица, вы все помните эту прекрасную песню. Девушки, недавно прибывшие из провинции, и повторяют отчасти силуэты Мол и Нидем. Ножницы и игольник, висящие на реке Мол, говорят, что она швея. Мертвый гусь доверчивость Мол. Падающая груда кастрюль символизирует падение Мол. В общем, все как на картинах малых голландцев в Эрмитаже. Вторая гравюра – это ссора с евреем-покровителем Мол Содержанка, любовница богатого еврея-торговца. Она имеет богатый гардероб и прислугу, держит мальчика-слугу из Вест-Индии и обезьяну. Мальчик, молодая служанка, а также обезьянка, вероятно, представлены богатым покровителем. Банки, косметики, маска с маскарадой, ее квартира украшена картинами, иллюстрирующими ее противоречивые сомнительные положения. Она прокидывает стол, чтобы отвлечь внимание торговца, в то время как служанка помогает скрыться второму любовнику. Третья гравюра – это арест. Мол из Содержанки стала обычной проституткой. Ее горечная теперь старая, больная с сифилисом тетка. Ее кровать – ее единственный главный предмет мебели, а поза кошки – иллюстрирует настоящее положение Мол. Шляпа ведьмы и пруты березы или розги на стене предполагают или черную магию, или, вероятно, то, что ее профессия подразумевает, помимо прочего, ролевые игры и садомазохизм. Портреты ее героев находятся на стене. Один из них – преступник Мэгхит из популярной в то время оперы, а над ними стоят две склянки с лекарствами от сифилиса. Коробка из-под парика, что над кроватью принадлежит бандиту, который был повешен в то время, его звали Джеймс Далтон, и намекает на сексуальную связь Мол с преступником. Судья сэр Джон Гонсон с тремя вооруженными помощниками шерифа входит, чтобы арестовать Мол за ее действия. Мол хвастается новыми часами, возможно, подарок от Далтона, возможно, украденными у клиента, выставляет свою левую грудь. Взгляд Гонсона, однако, уставлен на шляпу, ведьму или парик, висящий на стене. Композиция сатирически напоминает благовещение. Дальше у нас идет сцена в тюрьме Брайдвелл. Мол отбивает пеньку для петель палача, в то время как тюремщик угрожает ей и заставляет работать. Служанка улыбается тому, что женщина-тюремщик отбирает у Мол платье, да и служанка, кажется, носит ботинки Мол. Заключенные идут слева направо в порядке уменьшения благосостояния. Человек, который привел с собой собаку, Шулер, дополнительная карта которого выпала. Женщина, ребенок, возможно, страдающий синдромом Дауна. А беременная африканская женщина, которая, возможно, забеременела, когда уже была подвержена судебному преследованию, поскольку беременные женщины не могли быть казнены или сосланы. Слева на позорном столбе надпись «Лучше работать, чем так стоять». Человек, страдающий на столбе, очевидно, отказался работать. Дальше Мол умирает от сифилиса. Доктор Ричард Рок, слева и доктор Джин Мизабин. Справа спорят о своих медицинских методах. Женщина, возможно, сводница Мол, и, возможно, домовладелец осматривает имущество Мол, чтобы выбрать себе пригодное, в то время как горничная Мол пытается остановить грабеж. Сын Мол сидит у огня, возможно, зараженной болезнью матери. Он выбирает в шее своих волос. Баночки с более утоляющими средствами лежат разбитые на полу. Одежда притягивает, мол, к полу, как если бы привидения тащили ее в загробную жизнь. Наконец, похороны в заключительной сцене Мол мертва. Запись на крышке гроба свидетельствует, что она умерла в возрасте 23 лет, 2 сентября 1731 года. Пастор проливает своей бренди, поскольку он держит руку под юбкой девушки рядом с ним. Она выглядит довольной. Как это прекрасно соотносится со сценой, где дичок вдруг прибывает в публичном доме вышеуказанной поэме. Сын, мол, беспично играет, а пьяная сводница, мол, справа искренне убивается, глядя на то, как гроб ее воспитанницы использует в качестве барной стойки. Ее бутылка бренди ужасно ухмыляется. Носящая траур проститутка крадет носовой платок ее утешителя. Другая показывает свой больной палец коллеге, в то время как еще одна женщина прихорашивается у зеркала, даже при том, что на лбу у нее видна сифилистическая язва. Сын, мол, беспечен. Он сидит, играя под телом своей матери, не способным понять происшедшего, фигурально обреченный на смерть. Дом, в котором стоит гроб с телом, мол, имеет иронический герб на стене, изображающий шеврон с тремя затычками, символизируя то, что прольет пастор, ну то есть кончит пролившийся бренди и последний выдох, мол. Как видите, эта правда жизни не такая прикольная и смешная, как та, что предстанет нам в поэме. Так вот, возникает логичный вопрос, при чем здесь картины с судьбой этой несчастной английской девушки, которая закончила свои дни таким печальным образом, и Пушкин, дядя Пушкина. Ну, потому что давайте мы с вами обратимся к первоисточнику и почитаем этого самого опасного соседа. Она небольшая, эта поэмка. Я чуть-чуть ее буквально оккупирую. Ох, дайте отдохнуть и с силами собраться, чтобы, что прибыли, друзья, перед вами запираться. Я все перескажу. Буянов, мой сосед, имение свое проживший 8 лет, с цыганками, с бледьми в трактирах, с плюсынами, пришел ко мне вчера с небритыми усами. То есть, обратите внимание, что это Буянов. Кстати, многие решили, что прототипом является Федор Толстой, американец. Прототип многих, кстати, литературных произведений той эпохи. За 8 лет у него, значит, имение с крепостными крестьянами, ему приходит доход, а он его пропил за 8 лет вот с этими прекрасными девушками. Растрепанный в пуху в картузе с козырьком, пришел и понесло повсюду кабаком. Ну, то есть, вонь от него стояла в ботинате. Сосед, он мне сказал, что делаешь ты дома? Я славных рысаков под тибрил у пахома, на масле на тебя я лихо прокачу, потом с улыбкой ударив по плечу, мой друг, прибавил он, послушай, есть находка, не девка, золото, из всей Москвы красотка, 16 только лет бровь черной дугой, и в ремесла пошла лишь нынешней зимой. То есть, 16-летняя девушка, работает проституткой, судя по всему, начала она вообще в 15 лет, раз она лишь нынешней зимой пошла в ремесло, то есть, вот она новоявленная, такой свежий плод, и Буянов предлагает соседу, под которым, ну, легко угадывается, в смысле, сам автор, отправиться. Ступай со мной, качнем, обратите внимание на слонг той эпохи, да, вот сейчас качнем, это значит, там какая-то музыка, да, а тогда качнем, вот поедем к девушкам подобным. К плотскому страсимея я виноват, друзья, послушался злодея, мы сели в обшивни, покрытые ковром, и пристежная вмиг свернулась кольцом, извозчик ухарский, любуясь рысаками, ну, свистнул соколой, отдернем с господами, вот тоже отдернем с господами, дадим жару, то есть поедем быстро-быстро. Спустился дым густой из пламенных ноздрей по улицам, как вихари несущихся коней. Кузнецкий мост и вал Арбат и Поварская дивились двоицы, набег ее взирая. Вот тут очень важно обратить внимание на слово двоица. Это намек на Шихматова-Шиховского, на, извините, Ширинского-Шихматова, их там было трое, Шишков-Шихматов-Шиховской. У Пушкина есть такая эпиграмма, которая их высмеивает. Это были члены общества любителей русского слова, которые ратовали за то, чтобы избавить русский язык от заимствований. Я, кстати, решил об этом сделать отдельный выпуск в серии «Свой пересблок», который я подзабыл. Ну, они, например, призывали заменить слово «бильярд наш ракат», «галошина макроступы», «фортепьяно». Они на... Господи, я даже забыл, как они его пытались назвать. Вспомню, подставлю. Ну, в общем, аудиторию нашли, «шалище» и так далее. И двоица – это реально одно из слов, которые вот этот Ширинский-Шихматов использовал в одной из своих поэм. То есть здесь зашифрованы такие битвы, концептуальные по части русского языка. И вот тут и обращается Василий Львович. «Позволь, варяга-рус» – это такой троллинг. «Варяга-рус, угрюмый наш певец, славянофилов кум, взять слово в образец, досель невежестве коснее утопая, мы парой двоицу по-русски называют». Видите, они против слова «пары» выступали. «Писали для того, чтобы понимали нас. Ну, к черту ум и вкус. Пишите в добрый час». «Приехали», – сказал извозчик, отрехаясь. «Домишко, как тростник от ветра колыхаясь, с калиткой на крику представился отчам. Хиры с покоями сцеплялись по стенам». Что такое покой? Я знаю, что такое хиры в данном случае. Я не в курсе, может, хары. «Кто там?» – спросил охриплый голос, грубый. «Пробор не отворяй, не то ракалью в зубы». Ракалья, ну, знаете слово «каналья», да? В французском слово «канай». То же самое «ракалья» в французском слово «хакай». Это, в общем, такой ублюдок, можно сказать. Буянов закричал «Готовы кулаки!» И толк ногою в дверь слетели все крюки. Мы сгорбившись, вошли в какую-то коморку. И что ж? С купцом играл дьячок Приходский в горку. Горка – это игра в карты, обратите внимание, на состав в борделе. Дьячок и купец. И вот Буянов приехал. Пунш, пиво и табак стояли на столе. Тебе рано еще эту поэму слушать, деточка. С широкой задницей с угрями на челе вся провонявшая чесноком и водкой сидела сегодня тут с известной красоткой. Сегодня имеется в виду мадам, которая держит непосредственно этот бордель. Ты хочешь прямо туда? Пойдем, заодно можем показать этот дом. Помнишь его, да? Ну, дом, крепость. А он там? Ну, веди меня. Султан Селим Вольтер и Фредерик II смиренно в рамочках висели на Софой. Это намек на такую воинственную атмосферу, на победу Буянова, будущую в битве, которая там развернется. Султан Селим и Фредерик II – это известные полководцы. Ну, а Вольтер здесь упомянут, потому что он автор Орлеанской Девы, прозвучавшей в то время такого очень эротического произведения искусства. Две гости дюжие смеялись, рассуждали, и Стерна Нового как дива величали. Сидят две проститутки и величают Стерна Нового. Стерн Новый – это одно из произведений как раз-таки того самого Шаховского, про которого потом Пушкин писал, что там вывел колки Шаховской из своих комедий «Стройный рой». То есть на самом деле не такой уж он был, это Шаховской плохой человек, но вообще про эти вот батлы, их концептуальные, я тоже вам сейчас расскажу за кадром, потому что это у меня посвящена отдельная глава возле дома Блудова на Невском, моим путеводителем Невский с перцем. Ну, то есть это, понимаете, когда проститутки читают Стерна Нового, тут понятен юмор, который тогда все воспринимали и все ухахатывались. Прямой талант везде защитников найдет, то есть он пишет про этого Стерна Нового, прямой талант, талант этого драматурга, который защищает проститутки. Ну вот Кривой Лакей им кофе подает, без носа стоит кухарка в душе грейки, без носа кухарка, понятно, на что это намек, да, сифилис съел ее нос. Урыльник, самовар и чашка на скамейке. Что такое урыльник? Умывальник. Вот я тоже думал, умывальник, нифига не умывальник, знаете, это что? Это ночной горшок, который... Вчера я буквально смотрел Кюляфетка Мамс, Пусть праздник начнется, замечательный фильм французский, и там показан, ну там Филипп Орлянский и малолетний Людовик XV, и там, значит, ходят такие специальные люди с ведрами, то есть они ходят по дворцу, и его подзывают, иди сюда. И там прямо такой подошел, отлил, все, поговорил там с приятелем, и тот пошел дальше. Вот. Да, я здесь провогласил Буянов, молодец, все сдрогнули, дичок и сводний купец. Но все пристас в поклонном отдавали отдалю чтивый, не с места продолжал сосед велеречивый, не с места все равны в борделе у бледей. Это намек, такая, знаете, реминесценция легалите в хавитарнете, что там там? Свобода, свобода, равенство и братство. То есть намек на французскую революцию. Вот это вот домино просто совершенно потрясающе. Здесь, ребятки, во-первых, вход главный здесь, но обратите внимание, вот этот вход в подвал, как трактован. Это чудо-революционная постройка. Здесь есть наши любимые закутки счастья. В Москве я их везде найду. Вот они. Посмотрите. Окна, смотрящие в стену. Москва уколинга, как пела группа Паргорькова. Так. Все сдрогнули, дичок и сводня и купец, но все пристав поклон нам моддали учтивый. Ни с места продолжал сосед велеречивый, ни с места все равны в борделе у бледей. Не обижать пришли мы честных здесь людей. Панкративная, садись, целуй меня, варюшка. Дай пуншу пей дичок и началась пирушка. То есть он берет этих бледей, всем пуншу и началась пирушка. Вдруг шепчет на ухо мне гостя на беду. Послушай, я тебя светлицу поведу. Ты мной жизненочек останешься доволен. Варюшка молода, но с ней ты будешь более. То есть варюшка молода, но уже немножечко это, подцепила, да? А я еще чистая. Она охотница подарочки дарить. Что за подарочки? Понятно, да? От этих подарочек подарочков потом нос исчезает. Я на нее взглянул, черт дернул. Так и быть, пошли по лестнице высокой, крючковатой. Кухарка вслед кричит, боярин тороговатый. Дай бедный за труды всю правду доложу. Из чести лишь одной я в доме здесь служу. Сундук засаленный периной, покрытый. Огарок в черепке, рогожью полобитый. Рубашки на шестах, два медные таза. Кот серый, курица. Мне бросились глаза. Кот серый, курица. Это вообще намек на какие-то святки, на вот эту, помните, черной курицу, да? Знакомая, знакомка новая, обняв меня рукою, дружок сказала мне, повеселись со мною. Ты добрый человек, мне твой приятен вид и верно девушке не сделаешь обид. Не бойся ничего, живу я на отчете и скажет вся Москва, что я лиха в работе. Вот так вот. Вся Москва говорила, что она лиха в работе. Проклятая, стыжусь, как падок слаб, ваш друг. Свет в черепке погас и близок был сундук. То есть на сундуке они, соответственно, этим всем делом занялись. Посмотрите на вот это вот, совершенно потрясающее, такая почти крепостная архитектура. Дом-жон. Дом-крепость. Но что за шум кричат, несется вопль в светлицу, при лестнице моя накинув исподницу, исподницу имеется в виду, от страха босиком по лестнице бежит, ну, исподнее белье. Я вслед за ней, весь дом колеблется, дрожит, ужас, мой сосед, могучую рукою, к стене прижав дичка, тузит купца другое. То есть он там их дубасит. Панкратевна в крови, подсвечники летят, и стулья на полу ногами вверх лежат. Ворюшка пьяная, бронится непристойно, один кривой лакей стоит в углу спокойно, потому что он уже, видать, привычен к таким картинам. Ну, а здесь вот выйдем, я тебя попробую провести. Ну что, я не ищу легких путей. Эть, эть. Давай сделаем это, follow me. Только я тебя поведу. Там обычно девочки водят. Музей просто Пушкина с исподней стороны, да? И нюхает табак с почтением ждет конца. Буянов, бей дичка, но пощади купца. Блять, толстая, кричит сердитому герою, но вдруг красавцы все приступают к бою. Лежали на окне Бавай и Руслан, несчастный Никанор, чувствительный роман, смертиролы, арфаскат, русалка, два дева солнца. Здесь опять-таки, дело в том, что Бавай и Руслан это такие лубочные здания, да, популярные, а вот русалка это как раз одно из произведений товарища Шаховского. Они их с мужеством пускают в ротоборца, то есть кидаются книгами. На доблесть храбрых жен с трепетом взирал, все поленит, сосед победу одержал, ужасные битвы сей, вот было что виною. Дичок, купец, сосед, пунт шпиля за игрой, умение в свете жить, желая показать. Ворюшка всем гостям старалась подливать, благопристойности ничто не нарушая, но Бахус бедствием не раз бывал начало. Рекомендую запомнить эту фразу. Бахус бедствием не раз бывал... Как там? Бахус бедствием не раз бывал начало. Ну, то есть, понимаете, по синьке все, что в конце нормальной свадьбы происходит? Конечно же, драка, да? У нас на Руси, на Руси святой. Забав, невинный враг, любитель козней злых, не дремлет сатана при случаях таких. Купец почувствовал к ворюшке вожделение, а, блядь, в том спору нет, есть общее имение. Каспазии подсев, ну, это аллегричное название этой девушки. Дичок он... Дичко он дал толчок, Буянова толкнув нахмурился Дичок, Буянов, не стерпя приветствия такого, задел Дичка в лицо, не говоря ни слова. Дичок расхоробрясь, купца ударил в нос, купец хватил с стола бутылку и под нос. В приятелей махнул и сатане помеха. В еду лисею, увы, палач вечно близок смеха. На быстрых крыльях веселье летит и горе тут как тут, гнилая дверь скрипит и отворяется спокойствие рачитель. То есть они дерутся и тут появляется спокойствие рачитель. Кто? Брюхастый офицер, полиция и служитель. Вступает с важностью в мандире суртуке. Потише, говорит, вы здесь не в кабаке. Престольные господа, у барышень вам драться. У барышень. Вот так называют. Вот видите, Александр Сергеевич Пушкин бывал в этом доме с его дядей, поэта Василия Львовича Пушкина. Немедленно со мной извольте раскидаться. Тарелку и сосед ответствовал ему. Я близ дверей стоял по счастью моему. Мой слабый дух, боясь лютейшего сражения, единственное, в ногах искал себе спасения. В светлице побывал, позабыв часы и кошелек, через бревна, кирпичи, через полный смрадоток. Короче, дальше он описывает, как он через эти буераки, вот, обратите внимание, через полный смрадоток. Что такое полный смрадоток? Это вот канава, по которой текут всевозможные испражнения. А что он, не что, открыт, что ли? А, нет, выходной. Ну, давай зайдем, покажем, да, сюда. Интересный финал. Ну, в общем, давайте, ладно, уже дочитаю. Исчадия Адова. Вдруг встала предо мной, и всюду разлался псов алчный лай и вой. Что делать? Я шинель им отдал на сиденье собакам. Снег мокрый, сильный ветер, устрашные мучения. В тоске, в отчаянии промокший до костей, я в полночь, наконец, до хижины моей. Умелые друзья, калекой дотащился. Нет, полный, я навек с Буяновым простился. И дальше финал. Блажен ста крат, блажен, кто в тишине живет, и в сонмище людей ниствык не идет. Кто веселясь подчас подругу и молодую, за нежный поцелуй, не награждаясь бедою, с кем не встречается опасный мой сосед, кто любит и шутить не только не во вред, кто иногда стихи от скуки сочиняет, и над рецензией славянской засыпает. Вот этот блажен, ста крат блажен, это вообще отсылка к псалму. То есть это уже, ну, такая, знаете, как вам сказать, богохульская история. Вот, эпиграмма. У грюмых тройка есть певцов, шахматов, шаховской, шишков, у му есть тройка супостатов, шишков наш, шаховской, шахматов, но кто глупее, из тройки злой, шишков, шахматов, шаховской. Это Александр Сергеевич Пушкин. Соответственно, вот эта поэма, она вызвала просто феерию. В обществе все восторгались, все узнавали в ней себя, многие, да, потому что, вот, кстати, барышням ходили. Чем прекрасна она? Она показывает, на самом деле, жизнь такой, какой она была. Вот без этого, знаете, без флера, как великие поэты пукали фиалками, что поехать к этим барышням, 16-летним, которые только-только вошла в ремесло, это было абсолютно нормально, в какую-то избу, там, на сундуке, совокупиться, при том, что за окном этот смрадоток течет и так далее. Соответственно, Пушкин говорил дяде своему, вы дядя мне и на парнасе. То есть он прекрасно понимал, откуда у него его талант, он его очень уважал, любил всячески и так далее. Василий Львович умер своей смертью, благополучно, но в... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не в музей, случайно? А он закрыт. Он закрыт, да. Поэтому я его в случае разговариваю. Не-не-не, мы просто снимаем здесь, рассказываем про Василия Львовича Пушкина, да, все нормально. Вот. Поэтому, друзья мои, настоятельно вам рекомендую перечитать еще раз эту поэму уже самостоятельно, осознать ее, и это редкий пример, когда мы можем вот увидеть слепок эпохи, глазами очевидца, правда, конечно, с такими, знаете, в поэтическом обрамлении, но то, как оно было на самом деле. Вот этим она максимально ценна. Видите, вот я рассказал вам буквально про два явления, прошло уже практически 50 минут. То есть, представляете, как сложно выстроить экскурсию, когда ты идешь по улице, и тебе говорят, как можно было пройти мимо этого дома, или как можно было пройти и не рассказать. Вот так. Ну, потому что все не расскажешь. Вот здесь мы маленький отрезок прошли, и тем не менее. Я вам хочу напомнить, что в Москве я бываю редко, хотя вот вчера был огонь, вода и медные трубы. Все хорошо, две экскурсии. Следующие, наверное, будут в ферриде на феврале, а в Петербурге, там вот по выходным я как бы одну экскурсию вожу. Ну, и плюс напоминаю вам про мои книжки, про путеводитель Невский с перцем, про остросоциальный роман «Корень» и про книгу о пиаре во время русско-японской войны. Я их подписываю после экскурсии, если вы покупаете. Если покупаете на сайте, то мы высылаем их вам почтой. Вся информация есть вот там внизу по ссылкам. Большое спасибо. Ходите в музеи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok